всем привет с вами снова мы макс я и лёха вон и сегодня мы поговорим о двух вещах первое это набор для еды он же известный как москит и личные фонари начнем с набора для еды во первых это вообще очень специфический момент потому что в какой-то период войны причем достаточно быстро я не буду утверждать но мне кажется что это было в районе шестьдесят седьмого года было принято решение кормить личный состав из чего правильно из картонной обычной одноразовой посуды в условиях джунглей в марш и удаленных баз достаточно сложно организовывать гигиену мытья личной посуды тем не менее в реалиях страйкбола в реалиях реконструкции достаточно удобно ну и правильно иметь с собой вот такой вот москит что он из себя представляет по факту это такая сковородка вот она вот так открывается с ручкой у нас стоит из двух частей непосредственно сковородки крышки вот вот так вот может компоноваться для получения пищи в комплекте как правило идет еще ком набор нож вилка ложка вот все собственно тоже армейского стандарта с штампами us для мытья это вся штука очень просто используется вот так дальше подошел пополоскал в кастрюльке пошел дальше соответственно конечно же гигиенические качества и санитарные они достаточно сильно страдают но тем не менее плюс эту штуку очень удобно ставить на любую газовую горелку в ней можно непосредственно готовить еду что много раз и делалось как вы видите по состоянию этого москита вот ну и достаточно такие уверенные уверенный столовый набор он он прям реально удобный ну вот повседневной жизни тоже очень окно вот допустим лично для меня вот такая штука теоретически должна была бы носиться в своей ножопной сумке м61 батпэк но как мы уже говорили ранее их практически не использовали и допустим очень часто могла находиться у вас в рюкзаке на самом деле ровно такие же москиты используются еще во вторую мировую войну ну и соответственно в корее это такой предмет долгожитель вот второй момент это фонари где где смотрим подходим все считается что должен быть обычный г-образный фонарик ну что такое обычный г-образный фонарик вот такая штука в любом охотничьем рыбальном магазине в эпицентрах где угодно но тут тоже вопрос надо подходить с умом про фонарь можно было бы рассказывать отдельную передачу опять-таки если вам это интересно про каждый из элементов снаряжения про который мы рассказывали мы могли бы сделать какой более длинный до расширенный выпуск с деталями использования потому что пока что мы просто пытаемся вам рассказать что должно быть и как это примерно выглядит не столько подходя к вопросу использования вот и собственно говоря про фонари у меня здесь вот три штуки вот это вот правильный сейчас мы к нему вернемся частый вариант находим вот что-то вот такое все неплохо но как видите у него тут не хватает одной секции он вот такого странного цвета он правильный но на вторую мировую войну это вторуха ребят вот это вообще какой-то француз судя по всему ну короче у него с цветом вообще какая-то беда вот очень часто вы находите очень похожие на правильный фонари но у них вот здесь будут две такие пластиковые щечки опять-таки да они могут быть даже американские с дсо номером номером госприемки но это будет фонарь уже после военного периода бомж вариант просто чем-то горячим эти щечки срезать возможно но конечно же не очень прикольно давайте поговорим про фонарь детальнее они есть фултон и есть bright star вот это конкретно bright star него есть сзади вот такая клипса которая цепляется на элементы снаряжения будь то подтяжки рюкзак куда угодно вот у него вот есть вот собственно торчащий вперед носик такой вот сюда вот он скручивается тут нет стекла кстати очень часто в коммерческих репликах милтеки тут еще такое вот прозрачное стекло неизвестно зачем если тут есть еще одно стекло вот нижняя часть тоже разбирается на 2 вот в саму самый самый низ мы скручиваем и вот такая штука мы отсюда достаем набор светофильтров у меня тут три оригинальный вот красный даже еще с какой-то такой защитной пленочка эти уже видели жизнь я не знаю откуда по факту что делается мы берем фильтр и прикручиваем его на носик вот таким вот образом у нас получается фонарь со светофильтром если мы открутим основное отделение где батарейки здесь две батарейки бочечки я не знаю как они правильно называются ну короче толстые батарейки как ваших магнитофонов в глубоком детстве там в 90-е на бочонке вот здесь под пружинкой вот внутри она вынимается не буду часто делать достаточно головняковые вставлять обратно тут лежит запасная лампочка то есть если чего тут прямо есть лампочка лампочковая замена вот собственно вот хорошая комплекция правильного фонаря на нам даже если там в реалиях нашего проекта ттв у вас это будет реплика но с всеми соответствующими элементами почему бы и нет опять-таки обращайте большое внимание на наличие здесь счетчик они как правило есть и это совершенно не про вьетнамский период но собственно на этом у нас сегодня все спасибо до новых встреч